Всем привет! Сегодня у нас будет новый выпуск недостей, где мы будем рассказывать об самых гениальных новостях. И так как это рубрика серийная, то давайте сюда актив, и я продолжу данную рубрику. Советую вам, кстати, подписаться на канал моего друга Дикобраза, ведь он старается, если вы на него подпишетесь, то, возможно, вы его шатнёте, и он вернётся и продолжает делать свои ролики. Также у меня есть свой собственный дискорд-север, где мы общаемся, веселимся и играем, а также просто общаемся и развлекаемся. Токсиков нету, и обновления очень частные. Ладно, не буду затягивать, давайте приступим к видео. Покуда Дикобраз иконекал, а мартера ютуберов по Сулнайту. Покуда Дикобраз делает мне аватарку в дискорд-сервер, ну и покуда Паладин заходит к нам в совместный сервер, ну и покуда Сидофин радуется своим 1000 подписчикам. Ну а мы приступим к недо-новостям. Погнали! Начнём про аватарку в дискорд-сервер. Вот это аватарка, спасибо Дикобразу за неё, ведь получилось классно, дайте более бесплатно, поэтому ему, конечно же, спасибо. Теперь поговорим про поломку дискорд-серверов, популярных ютуберов по Сулнайту, а сломали их конкретно Саддлинту и господину Алхимику. Саддлинту его именно крашнули, и ему пришлось создавать новый, а господину Алхимику его немного поломали. А Саддлинту, конечно же, крашнул сервер Канеку. За что мы его, конечно же, осуждаем, ведь крашить для сервера это не очень хорошая идея, как по мне, ведь их не так уж и просто делать, у самого дискорд-сервера, и я понимаю, насколько их нелегко создавать. На самом деле, я не знаю, что у них был за конфликт, или может его Канека крашну просто так. Мотивов честно, я вообще не знаю. Может кто-то знает, напишите в комментариях. А вот насчёт Алхимика, ему сервер сломал Дикобраз. Как я понял, у них произошёл переполох, Алхимик рассказал что-то личное про Дикобраза в войс-чате на сервере, и так как у него была роль главы, то на нервах Дикобраз пошёл ломать этот сервер полностью. Алхимик это быстро заметил, поэтому их сервер сломали не полностью. Но всё же неприятный тут, я даже не могу сказать за кого, ведь Алхимик вроде ничего особенного прям личное не сказал. А вот от слов Дикобраза, он сказал что-то про его, что его тронуло. Тут ничего сказать не могу, но всё-таки ломать сервер из-за того, что Алхимик сказал что-то не прям обидное про его личность. Ну, я прям точно в подробностях это, конечно, не знаю. Но всё-таки я считаю, что лучше было бы разобраться в личных сообщениях. Для этого они, собственно, и существуют. Также к нашему совместному дискорд-серверу присоединился новый ютубер Паладин. Я рад, что этот человек присоединился к нашему проекту, ведь он достаточно хороший человек, да и контент у него отличный. Поэтому я рад, что он теперь с нами. Надеюсь, он будет помогать развивать наш сервер и его пиарить в своих видео. Хотя бы ссылочка в комментариях, как делаю я. Но также Достий Доффин радостный сделал ролик на тысячу подписчиков, когда у него уже почти 1100. Ну, да ладно, поздравления всегда приятные, даже если поздно. Там он рассказал про себя, сколько ему лет, даже меня упомянул. Вот это да. Ну, а также я его тоже тельно поздравляю в этом видео. Ведь всё-таки тысяча подписчиков это отличное достижение, хоть и собранные с шурцов. Но всё равно это отличный результат. Так что давайте его все дружно в комментариях поздравим с его отличнейшим достижением в виде тысячи подписчиков. Ну, а Алхимика с днём стругания. Не говори так! Не говори так! Ну, а на этом наши недоновости подошли к концу. В следующий раз я постараюсь сделать какой-нибудь обзор шапочек. Может даже превьюшек. Да, это гениально. Обзор превьюшек шапок выглядит как бред. Но всё-таки я умею это делать прикольно. Но всё-таки я опять же не обещаю ещё один выпуск этих недоновостей в этом году. Ведь вы знаете частоту выпуска этих недоновостей. Они могут выйти через полгода, могут выйти через месяц, могут через пару дней. Но я думаю, через пару дней навряд ли всё-таки. Поэтому извиняйте. Всем, конечно, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!